Братские отношения Казахстана и Китая в основном всегда строились на политическом и дипломатическом поприще. Но вот теперь настало время для совместных культурных проектов. С чего начались дни китайского кино в Южной столице, прямо сейчас расскажут наши журналисты. Накануне в Астане состоялось торжественное открытие фестиваля китайского кино, где специальным гостем стала звезда мирового кинематографа, актер-кинорежиссер и продюсер Джеки Чан. А в прошедшие выходные эстафету фестиваля приняла Южная столица. Нашу страну посетил президент Китайской Народной Республики. И, значит, были подписаны многие договора, в том числе и по культурному обмену. И, значит, неделя китайского кино, которая сегодня у нас открывается в Алматы, это, значит, начало нового сотрудничества, начало вообще новая страница в истории сотрудничества кинематографа Казахстана и Китая. В прошлом году у нас уже была неделя китайского кино здесь, в Алматы. И это ежегодный опыт, он как бы способствует дальнейшему развитию обмену культур наших стран. Хорошо, что проводят такие мероприятия. Искусство, культура, кино в частности – это мост между странами, мост дружбы. И это, опять, как я сказал, это очень замечательно, это очень хорошо, когда такие мероприятия проводятся вот у нас в Алмате. Потому что с великой китайской культурой, а еще сейчас с их кинобизнесом, нам просто необходимо налаживать такие творческие связи. И я надеюсь, что совместные фильмы, они не за горами, а казахстанско-китайские. Дай бог, чтобы все было хорошо. На открытии дней китайского кино была показана кинокомедия «Денежные хлопоты», по сюжету которой рассказывается история трех парней, нашедших мешок с деньгами. Картина не могла не найти откликов в сердцах зрителей. Нам очень нравится китайское кино, очень разнообразное. И еще нам очень нравятся мультфильмы про что? Кунфу-панда. Планы на киносотрудничество двух великих держав можно уже считать грандиозными. Работа над совместным проектом о жизни и творчестве двух выдающихся композиторов, Сисенхая и Бахаджана Байкадамова, уже стартовала. Сами съемки будут проходить на территории нашей страны. А вот монтажом и визуальными эффектами займутся коллеги из Поднебесной. Это художественный фильм с, значит, скажем так, это художественный фильм, реконструкция, на самом деле, исторических событий, очень значимых в жизни этих двух великих людей и значимых в истории как Казахстана, так и Китая. Очень приятно, что нас достаточно радушно встретили в этой стране. В будущем мы планируем выпустить совместный с Казахстаном кинопроект и, безусловно, надеемся, что эта работа получится качественной, будет по достоинству оценена зрителями и оправдает все наши ожидания. Знакомство с культурой других народностей всегда положительно сказывается на развитии кругозора каждого человека, поэтому запасайтесь попкорном и вперед оценивать работы талантов Поднебесной. Продолжение следует...